Зимой мой влог «Ничего святого» с Сергеем Поярком и тот художник, который может победить. Каждого хочу восполнить один маленький информационный пробел, потому что как-то я упустил этот момент, а надо теперь реабилитироваться. Депутутка от «Слуг народа» на информационной помойке в Мураевском канале «Наш» продемонстрировала нам, знаете, такое вот с политической кухни блюдо, которое я называю «Дерьмо под шубой». Есть селедка под шубой, это с новогоднего стола, а на канале «Наш» нам показали «Дерьмо под шубой». Она начала расхваливать Советский Союз, восхвалять георгиевскую ленточку и нести всяческую чушь. Ну, во-первых, она начала врать с первой же фразы, она сказала, что при Советском Союзе колбасу делали из мяса. Вы знаете, ее делали из мяса исключительно для партийно-комсомольского руководства. Я знаю это на своей шкуре, у меня дедушка был директором общепита в городе Остер, и я, кстати, в детстве, в отличие от советских людей, действительно ел колбасу из мяса. Это брехливая дура. Забыла сказать одно, что мясо в советских магазинах не продавалось ни при каких обстоятельствах. В Советском Союзе нельзя было прийти в магазин и просто купить нормальное мясо, его в продаже не было. Равно как нормальных шмоток, нормальной обуви, то есть не продавалось, то все в Советском Союзе было дефицитом, кроме дерьма. Она такая типичная комсомолка. Я тоже, видите, я по комсомольской линии, я был в газете «Комсомольская правда» за отделом иллюстраций. В отличие от советских граждан, нам привозили из спецраспределителя колбасу из мяса, а советским людям рассказывали сказку, что они едят колбасу из мяса, а была она из дерьма. Им рассказывали, что негры в Америке голодают. И советские лопушистые люди, конечно, верили в этот бред. И поэтому депутатка Скороход, она, конечно, апеллирует к ностальгии по дурному совку. Смотрите, символ, георгиевская ленточка принадлежал Власовской армии. То есть генерал Власов, который сдался на милость Гитлера и руководил многосотнетысячной армией, которая дралась с Красной армией, именно он и использовал георгиевскую ленточку в качестве своего символа. Если бы прадед, о котором так поет госпожа депутатка Скороход, одел на себя посмел во время войны георгиевскую ленточку, его бы тут же, не отводя за бруствер, расстрелял бы на месте командир. И по законам военного времени был бы прав. Если бы сдуру прадед, депутатки Скороход, одел на себя георгиевскую ленточку во время Второй мировой войны, он был бы расстрелян на месте без вариантов допросов. Все, за георгиевскую ленточку во время войны расстреливали. Поэтому, если она считает символ Власовской фашистской армии, истории, за которую она готова ложиться костями, это ее личное дело. Я понимаю, что были люди, которым очень понравилось пионерское детство. И они кричат, что это история, пионерия, комсомолия ничем не отличались от Гитлер-Югенда. И если человеку было хорошо в Гитлер-Югенде, это не значит, что эту историю мы с какого-то бодуна должны возвращать. Это да, кому-то было прекрасно в Гитлер-Югенде. И что? И что? Теперь нам памятники Герингу Гитлеру, что ли, в качестве памятника в истории возрождать? Это же просто какой-то бред. Мой дед тоже дошел до Берлина. Ну и что? Это что, повод возрождать символы нацизма? Кстати, госпожа депутат Каскароход, как-то возрождая историю, забыла сказать, что Сталин и Гитлер были союзниками. Что они вместе начали Вторую мировую войну. И я не хочу гордиться тем, что, видите ли, советские солдаты вместе с фашистскими солдатами устраивали совместные парады. О том, что Советский Союз спонсировал гитлеровскую Германию. О том, что выпускники Советской летной школы, например, Герман Геринг, он, видите ли, учился летать на моноплане, потому что он был асом Первой мировой войны, летал на биплане. И вот вели... Какие студенты советских военных училищ? Например, советский танкист, которого выучили в Советском танковом училище, Гудериан, понимаете, прекрасно громил советскую армию. Если госпожа Скороход захочет возрождать историю, я боюсь, что первыми ее прибегут бить именно ветераны Второй мировой войны. Ребята, когда нам... Смотрите, есть люди, которые понимают, что они наглые спекулянты. Я думаю, что ни Кива, ни Бужанский, ни Скороход, они на самом деле не верят в тот маразматический бред, который они отстаивают. Просто это циничное политическое негодяйство. Они негодяи, они абсолютно сознательны, они не дураки. Они используют сентимент определенной части совкодроченного населения для построения политической карьеры. Вы знаете, с одним из вот таких вот опозажешников, отпетых, я когда-то говорил, и он сказал мне честно, что мне, говорит, еще лет на 20 этого совкового поколения хватит. То есть я еще успею сделать карьеры, заработать денег и обеспечить будущее своим детям и внукам на тоске дураков по Советскому Союзу. Ребят, когда вот даже... Если там ваша бабушка, дедушка, прадедушка тоскуют по Советскому Союзу и слушают этот бред, который несет по очереди то Бужанский, то Кива, то это вот депутутка Скороход, вы постарайтесь им объяснить, что благодаря именно этим людям пенсия в конечном итоге вот у этих ваших там дедушек и прабабушек стала меньше, а не больше. И что они сделают все, чтобы за счет вот этих совкодрочеров обеспечить своих детей. Понимаете, когда совкодрочеры верят, что на советском поле чудес, в советской стране дураков они закопают свою жизнь во имя идей социализма и им за это будет в ответ что-то кроме дерьма, они не просто ошибаются, они искренне, вот как сектанты, они хотят верить в то. Смотрите, я хочу закончить влог в тем, что, смотрите, умный человек не верит никому и ничему. Умный человек не может безоглядно верить, допустим, я сейчас не про Мураевский канал, умный человек не может верить, допустим, тому же Навальному, потому что нужно подозревать в том, что где-то какая-то информация скрывается. Умный человек не должен верить ни Зеленскому, ни безоглядно верить Порошенко, ни безоглядно верить Тимошенко. Нельзя верить политикам в принципе. Любого политика и вообще любого человека нужно подозревать в том, что информация, которую он выдает, она недостоверна. Он может вас сознательно обманывать, он может любой человек обманываться сам. Этого человека могли обмануть или он мог перепутать. Ребят, если вы хотите жить в хорошем доме, ездить на хороших машинах, есть в хороших ресторанах, и чтобы ваши дети учились в хороших школах, и чтобы ваша жизнь была комфортной, начните с того, что проверяйте любую информацию. Кто бы ее вам не выдавал, или я, или депутатка Скороход, и любой канал. Что канал ЗИК, что канал Прямой, что Интер, что 1 плюс 1 имеют своих владельцев, ну, или ведущего программы. У всех этих людей есть их собственные интересы, и очень часто эти интересы сильно отличаются от лично ваших. И поэтому надо быть просто безмозглым долбодятлом, чтобы не проверив, воспринимать любую информацию. Любую информацию нужно проверять. Тем более, что сейчас страной руководит профессиональный клоун, который окружил себя такими же брехливыми клоунами, как и он сам. Да, я хочу сказать вам, что я профессиональный придурок, да. И я вылез к вам из профессиональной придурочницы. И я собрал самых отпетых придурков страны и завел их в украинскую политику. Да, и последняя надежда, друзья, только на вас. Только на вас, что вы нас всех копняком под зад выбьете из политики, и что в конечном итоге в 2021 году за вами как раз и не заржавеет.